Здравствуйте, с вами Ladies Deal Club. И сегодня у нас творческий вечер композитора, музыканта, педагога по вокалу, очаровательной, красивой девушки, которая нашла время приехать к нам в гости на целых три часа, рассказать про свою жизнь, исполнить свои музыкальные композиции, даже поделиться премьерой. Кристина Корвин сегодня вместе с нами. Я искренне надеюсь, что вам будет интересно, любопытно и, конечно же, следите за нашими мероприятиями и в реале, а также следите за видеороликами на Ladies Deal Club Channel. Поехали! Ну что же, Кристиночка, я говорю огромное спасибо за сегодняшнюю встречу, за эту возможность, за то, что нашла время, мы на ты, мы давно знакомы, поэтому, с вашего позволения, я буду задавать вопросы, пользуясь таким тыканьем, можно сказать. Прежде чем мы приступим к творчеству, хотелось бы вначале узнать, каким образом ты к нему пришла. Я знаю, что ты с самого детства мечтала быть певицей и долго, и болезненно периодически, приближалась к своей цели. Было бы здорово, если бы ты поделилась своей историей, как все начиналось. Очень долго я попадала в это творчество. Да, с самого детства, ну я знала уже, наверное, с того времени, как я начала что-то соображать, что я хочу. Я хотела петь. Я, конечно, понятия не имела, что для этого надо заниматься музыкой, ну, конечно, все к этому привело. Мама рассказывает, что я там с трех лет подбирала песни какие-то, которые слышала, да? Да. Точно помню себя в пять лет в садике, когда брала строительную палку какую-то там, кубики, и пела любой какой-то праздник, день рождения, неважно чье, я выходила и красила губы, и в конце вечера выходила, всем что-то пела. У меня ребенок сейчас выходит читать стихи всем или танцует, я пела. Вот. С пяти лет, да, я играю на фортепиано, в семь лет меня отдали на арфу, в музыкальную школу, то есть параллельно у меня было и фортепиано, и занятия по арфе. До девятого класса я играла на арфе, потом у меня осталось только фортепиано, то есть я школу закончила как пианист-концертмейстер. Далее я поступила в педагогическую академию, на джазовый вокал я сразу не поступила, потому что там нужны были вот эти навыки, и поэтому с моим хорошим дипломом меня все равно говорили, останьте, пожалуйста, давай на отделение хора дирижирования, ну просто ты нам нужен человек, вот, с таким образованием, я говорю, ладно, а потом я смогу перейти на втором курсе на джазовый вокал. Ну да, сможешь, сможешь, там, так говорим, пригодимся. Они надеялись, что тебе понравится, ты останешься, как ты думаешь? Да, но мне не понравилось, я скажу, что вот это вот мне не понравилось, у меня был, зато у меня был год академического вокала, это хорошая школа, и очень здорово, что она была в моей жизни, потому что, как бы, когда ты понимаешь, как там, знаешь, как здесь, ну то есть знаешь эти разницы, понимаешь эту разницу и так далее. На втором курсе, да, я очень легко перешла на джазовый вокал, вот и закончила. Вот теперь я дипломированный, сертифицированный педагог, в общем, популярная джазовая музыка. Когда ты перешла на второй курс, к тебе как сокурсники отнеслись? Все отлично, вообще, у нас взаимопонимание полное, и всеми... У нас курс, в принципе, вот какой он был, такой он и был. Просто кто-то там играл на пианино, кто-то пел, кто-то дирижировал. То есть я просто поменяла, и люди не поменялись. А ревностно относились к тебе? Нет, вообще нет. А ты кому-то? Абсолютно. То есть конкуренция между ученками? Нет, конкуренция была в той школе, где я играла на арфе. Там была жесткая конкуренция, это была самая сильная школа. У меня не было конкуренции, потому что на тот момент, когда я училась, арфистов было три на всю школу. Насколько я знаю, сейчас все идут на арфу, я не понимаю, почему, зачем покупают арфы. Если раньше можно было в опере взять на прокат арфу, это стоило лад в месяц, и у тебя дома арфа, тебе вообще не надо ничего таскать, не надо оставаться в школе там до 10 вечера, чтобы заниматься. Вот, то сейчас их очень много, хотя в оркестре-то она одна. Да, вы люди, ну, к чему это? Видишь, ничего не приведет. В общем, да, такой был вопрос. А ты на него уже ответила, я помню. А, ревностная, да, ничего. Вот в той школе было тяжело, потому что на моей специальности нет, но на всех остальных очень предвзято относились. Если ты где-то не успеваешь, ну, именно вот если ты по своей специальности, там, грубо говоря, у меня была подружка-скрипачка, вот что-то у нее не получалось, не повезло, скорее всего, с педагогом. Все. Гнобили даже сами педагоги. Доводили до того, что уходите из школы, вам не дано. И когда мы, закончив 9 класс, мы перешли в другую школу, в Мэддене. Тоже колледж, тоже музыкальный, тоже сильный. Но он как бы на втором месте. И она поменяла специальность, она была лучшая. Может быть, такое отношение педагогов и сыграло эту роль, что она стала лучшей? Вот я говорю, вот в той школе просто бешеная конкуренция. Ты должен быть самым лучшим. Если ты не один из лучших, ну, это просто школа выживания, получается. В детстве. Я слышала историю от тебя, что в детстве было сложно, компания не принимала, не понимала тебя, как музыканта, и тебе пришлось поменять условку, то есть из нее уйти. Я что-то путаю или где-то... Да, было такое. Но это не касается, наверное, близких друзей, с которыми мы также продолжаем общаться. Но мне кажется, этому подвергаются все. Когда ты выделяешься чем-то, ты что-то делаешь, чему не делают остальные люди. Тем более в Балдерае. Хотя вообще много знаменитых исполнителей оттуда. Эдуард Редико, да, который в голос дети. Он как раз-таки оттуда. Карина Тимирбулатова живет по соседству от моих родителей. Там вообще, не знаю, легендарный этот район. Район, рождающий звезд. Короче говоря, да, было время, когда я слышала в свой адрес типа, а, это музыкантша. А когда мои песни начали крутиться на дискотеках, на вот этих, куда они ходили, это же было, мы ее знаем, это подруга, Кристина, спой что-нибудь. Ну, тогда, да, все было понятно. Но это, конечно, не после этого я перестала с ними общаться. Мне просто действительно было не о чем с этими людьми говорить. Наверное, из-за того, что у меня было время, я выходила на улицу со своими подругами. Они шли в эту тусовку, я шла с ними и как бы попадала под раздачу. Нет, ничего такого жестокого не было, как, например, Дана Соколова, которая рассказывала, что и там одноклассники, грубо говоря, кидали в волосы какие-то жвачки. Не слышала такую историю? Да, 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 я смотрела ее интервью. То есть травли никакой не было, просто, ну, люди. А просят спеть? Приходишь куда-то на мероприятие, просят спеть что-нибудь под шумок? Это на днях рождениях родственников обычно. Так, Кристина, но это просится заранее. Можешь спеть там песню? Я готовлю песню, ну, приношу на флешке песню. Это сейчас я уже беру с собой 10 песен, да? А тогда это ты сплошь одну песню, тебе так, надо еще, давай еще. Вот, только родственники? Нет, было так, что мы где-то праздновали Новый год тоже у знакомых, знакомых, знакомых. Вот, и когда, да, и там знакомых-знакомых предупреждали, что приду я, ну, как бы они меня заранее знали, то там, конечно, под этот самый уже начиналось, давай, спой нам, но я, конечно, нет, не реагирую. Ну, а бывает такое, что приглашают на мероприятие только потому, что можешь спеть? Говоря, что вот приходи в гости, как фотографы часто нарываются на подобные истории, приходи к нам на день рождения, мы будем все рады, только захоти, пожалуйста, с собой фотоаппарат. У тебя было такое, что тебя приглашали куда-то на мероприятие, потом ни с того ни с сего тебе приходилось петь? Нет, я обычно так делаю. Мог бы пофоткать, я тебя приглашаю. Нет, такого не было. А хотела бы? Чтобы так относились? Нет, не относились, а чтобы так попросили. По факту, когда я уже пришла что-то спеть, ну, нет, к этому уже надо готовиться. А могла бы ты там спеть, если что? Тогда бы я имела в виду, что мне надо что-то с собой подготовить под формат мероприятия. А можно с двух топорах действительно спеть? Или нужно распеваться, подготавливаться? Да, нет, можно. Можно спеть. Просто главное, чтобы у тебя это было с собой. То есть ты никак не особым образом не готовишься? Нет, конечно, готовлюсь. Есть какие-то заготовленные песни, которые я знаю, что у меня хорошо получаются. Короночки такие, фишечки, да? Ну, конечно. Вот. И потом не хочется все время петь одно и то же, как некоторые у нас. Да, одну песню на всех мероприятиях годами. Ну, это же неинтересно. Ну, куда? Нет, хочется же что-то новое для себя. Да, и как бы это когда ты учишься, ты понимаешь, что если я возьму другую песню, как бы я могу облажаться. Ну, вот. И, конечно, лучше перестраховаться. А можешь сейчас что-нибудь спеть? Конечно. У меня тут столько заготовок. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 парнем с одним из которым у нас вот складывался дуэт мы бомбили дискотеки молодежные дневные а потом ночные когда нам по 18 исполнилось вот там мы познакомились и просто знали друг друга вот уже так чтобы прям прям познакомились встретились уже через сколько через пять лет наверно ты училась на вокалиста ты хотела петь но при этом ты стала педагогом это соединено между собой в душе или так получилось нет у меня не было цели быть педагогом просто получилось так что мне с педагогами жутко не везло на тот момент это было единственное высшее учебное заведение в котором был популярный вокал не столько меня тянуло так жанзовый как популярный конечно популярного там не было ровно просто ничего вот но на тот момент когда я начала там учиться меня пригласили поработать вот как раз таки в одной из вокальных студий учителем сольфеджио то есть тем детям которые учатся петь учить их дурами фасоли сей я говорю да без проблем я в этом хорошо разбираюсь и когда я услышала как они поют сколько ты занимаешься два года так не попадать в ноты занимаясь вокалом два года это это надо очень уметь преподавать чтобы человек через два года не попадал ни в одну ноту они меня понимали ведь я поняла что могу объяснить и это так здорово у меня получается то есть ты говоришь человеку а он это сразу же делает а потом меня уже позвали не в эту студию открыть свою не свою а под именем студии сукозаписи большой то есть мне дали всю аппаратуру работой вот спасибо ему за это огромное вот с того момента начался мой такой педагогический путь бывает так что приходит ребенок или подросток или взрослый человек и ты понимаешь что ну нет ну не будет петь поначалу конечно только такие приходили и ты понимаешь что ну как бы ты тоже не супер пупер педагог то есть твоя только это я еще училась то есть для меня это была практика это классно скажем так ребенок ну привела мама чтобы просто занять чем-то плюс еще может под воспитаете чтобы фланшете не сидел тогда я отказываюсь но нет смысла ребенок не хочет хочет мама для того чтобы вот что-то там как-то ребенка занять было такое что такое рассказала ученику что дружище но не надо тебе петь не твое это забудь про песни никогда такого не было на педагоге такое говорят как ты считаешь это честно или это не как это нет сколько у нас знаменитых композиторов которым говорили что ты бездарность как ты думаешь какая-то дома нормальная а ты дома дива ты ходишь на каблуках как бы я не хожу в драном грязным или за соленом там я думаю спрашиваю про дом я думаю спрашиваю на каблуках как бы в трениках домашних треников то есть не будет такого что свитер на силу на силу потом он уже на улицу нет а дома доносить можно есть такое можно в лес в этом я на дачу поеду в этом да и причем знать что самое обидное ты смотришь например есть вещи которые ты купил очень дешево но они так так долго не изнашиваются какая-нибудь майка из магазина которого больше не существует у нас но ты понимаешь что тебя кто-то сфотографировал и ты сможешь на эту фотографию понимает понимаешь какой год это 2004 ладно это перебор 2014 или 2018 и тогда я выкидываю такие вещи нет вами на огород вообще такой человек огородные ты можешь поехать на огород там все есть у тебя был свой дом ты бы сажала там все эти огурцы помидоры петрушечку лучок знаешь если было время да то есть нравится работа в земле нет друзей много друзья не бывает много но есть люди конечно есть немного есть так что прям прям друг 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 человека три друг по друга вот она к синдрому звездная болезнь до хотелось бы поговорить на эту тему болела болеешь или еще планируешь то что не планирую во первых у меня есть ребенок причем тут ребенок она повторяет за мной какие-то вещи я вижу что она делает и я вижу в ней себя и я не била там ремнем не говорила нельзя я понимала что мне надо в себе это исправить и ребенок просто не будет этого видеть и соответственно да я не могу даже привести в пример что-то просто я думаю что было такое то какие-то такие мелочи в поведении скорее чего не хватает нашему местному шоу-бизу русской эстраде в латвийском рынке сейчас появилось такое количество музыки еще какое-то время назад найти любой человек мог загрузить свою песню сейчас даже айтюнс стали пресекать потому что столько барахла столько одинаковой некачественной музыки музыка может качественное исполнение понимаешь в это лезут все кому не лень и теперь чтобы там загрузить песню в айтюнс да андрей если не ошибаюсь ты у тебя должен быть код а код тебе должен дать кто там короче агентство по авторским правам в агентство авторских прав ты приходишься и говорят ваша песня крутится на радио нет кода не дадим вот когда закрутится тогда дадим в общем определенная система потому что нереально количество музыки вот из загрузила какой-то пост его не видно пока ты там не поднять публикацию заплатить доллар в день наш вот тогда тебя увидят ужасно большое количество информации и поэтому людей на все не хватает честно я даже не про не про музыку думаю что же будет дальше вообще про про всю нашу планету как она засоряется да как все же пластиковые пакеты убираются и так далее к чему вообще все приведет все что все что вокруг татуха татуха яркая цветная дерзкая татуха откуда как и почему на самом деле был сначала только ключ и он был такой куда жидкий потому что я как бы хотела но я не понимала что я хочу должен же быть какой-то знак что вот она я это хочу и этого ни у кого нет так не получилось получилось так что у мужа больше но у него много татуировок и он значит записался к его татуировщице он такой давайте тоже запишу там длиннющая запись какая-то всегда на полгода я такая ну давай и мы пришли и оказалось что у нас не в разные дни записала а в один и вы надо выбирать вот прям сейчас я такая порылась в картинках в интернете думаю ну ладно ключ ну так и музыкант ну ладно пусть будет ну таки да вот так это было ну ну да у меня много моментов жизни которые произошли потому что ну давай сейчас прямо надо и потом ты не жалеешь об этом спою так бывает когда ты чуть пьян ты садишься и ногой брая мозг дымит а мысли пополам все горит но не кипит вода если хочешь что-то написать с умным видом потолок опять но буквально на твоих устах повторяются мои слава я дарю свое тепло свою улыбку я попою в твоем сознании мне там хорошо расскажешь про нее это не знаю что я там была пьяная как по словам но я помню как у меня годовалый ребенок бегает по дому значит расстроенная пианино у меня что-то там варится суп как бы когда ты сидишь у тебя и вроде муза ты вроде классная мелодия надо текст про что писать про пеленки и тогда я писала про то что так надо писать про то что я вижу значит там что-то там дымит все горит не кипит вода если хочешь что-то написать с умным видом в потолок опять почему нет ну класса же получилось и типа песня про то что мне хорошо где в твоем сознании то есть я уже тогда понимала надо какой-то наркотик сделать это аудио чтобы у всех в головах она звенела у кого-то он до сих пор звенит люди говорят нравится песня так приятно до кого-то долетела что тебя делает счастливый семья работа творчество если что-то в одном из этих не так я уже перестану чувствовать себя счастливой а расплакаться из-за фильма можешь да если там будет очень грустная музыка ну так обычно есть фильмах плакала после хатико полдня это настолько грустно это грустно еще больше от того что это действительно было потому что ты смотришь фильм например там у меня саша тоже очень эмоционально начинает плакать и приду что не по-настоящему все ну что ты там или кто-то там кого-нибудь убивают я говорю это все фильм она когда-то точно это же фильм а тут была такая история а я безумно люблю собак если бы не музыка вот убрать музыку полностью если бы вторая профессия кем бы ты была как тебе сказать я была у астролога давно это было она не сказала либо ты была бы еще у тебя хорошо было бы быть врачом что связано с психологией она сказала но я себя тоже представляла я бы пошла бы врачом я очень не переношу вид крови и в принципе очень брезгливая ну вот там если тебе приводит не знаю ну врачом приводит болеющих болеющих не не всегда опрятно одетых и от которых хорошо пахнет и поэтому я вот наверное именно поэтому я бы не пошла не не смогла бы споем еще что-нибудь а споем может споем что-нибудь да что споем весело весело так веселая но тогда то что еще не вышло премьера часто люди к паря а что так не бывает ведь девчонки все время а вот и что-то скрывают но у нас не не так а мы убьемся друг за друга рад ли ты или не а она моя лучшая подруга перебрать шкафы и не найти то что хотелось бы разжечь костер собрать и выкинуть в половину вместе до полу ночи реветь и выйти раз слезы мы 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 одно целое лишь с тобой одно я не боюсь мы 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 драгоценные, мы одно целое Лишь с тобой одно я не боюсь Вместе разрушен мир И заметим следы Мы самые лучшие подруги Очень весело Мы, кстати, делали во дворе концерты А мы спасали котов Другие дворы с нас слизывали потом Конкуренция уже тогда была Плагиатчики И как вы делали концерты? То есть вы ставили магнитофон Представляете, я объясню Не знаю, у меня, наверное, родилась такая идея Значит, я пела, кто-то танцевал Кто-то тоже еще пел У нас был двор с таким лесочком Как березовая роща, что ли И у нас была переодевалка Мы завесили эти покрывало Вокруг четырех деревьев Ставили магнитофон Мы расклеивали по всем подъездам К рекламу Что таланты нашего двора Ты не представляешь Собралось столько людей Интернета-то не было Пришли все И, знаешь, как Тут пятиэтажный дом Везде у каждого подъезда Какие-то цветочки И перила Вот эти вот Которые заграждают Все перила От первого подъезда До последнего И все были в людях Мы были звездами И потом другие дворы Начали делать то же самое Обидно было? Не знаю Да, нет Так что? На тот момент Не задумывалась Они просто делали Уже в то время Когда нам Это уже было Дренд уже ушел Да Только представь Нету сети С ветром погас Кто-то распел Ты или я Я или ты Здесь наедине Очень темно А рядом тепло Много людей Так мало слов Нет, поцелуй Да, поцелуй Я кричу во сне Папа, поговори Со мной я очень прошу Перестань Не молчи И говори 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 Расскажешь о ней? Об этой песне О, да Дело было вечером Мы все были в телефонах Уже был тот пик Когда у всех классные телефоны Я на самом деле Когда подбирала песни Я такая Боже, 2014 2011 А сейчас какой уже В общем Да, песня много лет И был тот момент Когда Хотелось разговаривать С мужем А мы все сидели в телефонах Вот Поговори со мной У нас у ребенка Были Целый год часы Которые звонят Не телефон, а часы Она может позвонить Ты Они на руке Так? Да, да Ты можешь отправить Голосовое сообщение Можешь текстовое А можешь позвонить И ребенок тебе может позвонить Так вот У нас они сломались Когда в январе И мы дали телефон Потому что чинится там Они долго Что там у них Дали телефон Она игра Она сидит в телефоне дома Ну, играет А тут типа Может писать кому-то И вот это вот Поехала к бабушке Мама, мы едем Там, я не знаю Даже, знаешь, бывает Везешь ее в школу Значит Мама, ты меня заберешь в час Да, я тебя заберу в час Все Она заходит в школу Я отхожу Она мне звонит Ты меня заберешь в час Ну, повод достать телефон Да У нас есть еще одна музыкальная композиция Последняя, да? Да Как ты ее написала? Я ее писала Я очень скучала И я ее писала Ты сидишь одна Никого не ждешь И вдруг Бальцы на раяль И она пришла Тук-тук В голове мажор На клавишах минор Опять Это потому Что грустно без тебя летать Где бы там ни был ты Сколько бы пустоты Мне не пришлось обнимать Я разгонюсь за стар Пусть и дрожит нога Так я могу помечтать Полетил на закат Мне всегда О-о-о-о-о-о, до лунии и назад О-о-о-о, крылья на лавахи О-о-о-о, ты в моих, я в твоих О-о-о-о, ты в моих, я за руку возьму Крепко обниму тебя Глупоко по мне, это всё любовь моя И уже рассвет, мне хочется не уснуть Ты даёшь мне шанс крыльями опять взмахнуть Где бы там не был ты, сколько бы пустоты Мне не пришлось обнимать Я разгонюсь ещё, сердце стучит моё Дай мне чуть-чуть помечтать Планец темно закат О-о-о-о, до луни назад О-о-о-о, крылья на лавахи О-о-о-о, ты в моих, я в твоих О-о-о-о, ты в моих, я в твоих Если у тебя была возможность что-то одно сделать, но для всего мира, что бы ты сделал? Я бы сделала, чтобы никто не болел Вообще никто? Да Чтобы каждый человек нашёл в жизни счастье, чтобы был счастлив Потому что всё состоит из мелочей Не значит, что мы хотим что-то одно, не значит, что это сделает нас счастливым Вот чтобы жизнь складывалась так, и люди вокруг были такие, которые бы вас сделали счастливыми Чтобы дело делало счастливым Потому что не важно, кто ты там, какой-то популярный или не популярный Мы все, ну, люди одинаковые И поэтому важно найти гармонию внутри себя Я приглашаю вас следить за творческими вечерами, которые будут проходить в клубе Я убеждена, что данное мероприятие, оно необходимо и для артиста, и для зрителя Потому что именно в таком и диалоге в какой-то мере, и монологе Рождается творчество, рождается мысль, рождается вдохновение И я надеюсь, что у вас сегодня вечер вам понравился, что он к вашему сердцу пришёлся Что вы не пожалели, что вы нашли три часа, это много времени сегодня прийти Я надеюсь, что вам было уютно, хорошо и комфортно И огромное вам всем спасибо и до скорых встреч Спасибо огромное Спасибо 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 Спасибо